посмотрите какая погода снова туман друзья мои всем привет дорогие зрители и подписчики канала кто только что начал смотреть наш канал нажимайте вот на эту красную кнопочку на колокольчик чтобы ничего не пропустить мы продолжаем путешествовать по кавказу нашему родненькому кавказу и сегодня выпуске будет пятигорск надеюсь это вот облако непонятное рассосется и мы погуляем потому что но это реально это трындец вот сейчас мы едем у нас же дело к вечеру мы сейчас заселимся в квартиру покажем как происходит там бесконтактная история нашли квартиру на суточна ру активно в россии пользуемся этим сайтом почему потому что ну во первых удобно супер хозяины отзывы да все фото все очень классно контролируется есть всякие чаты поддержка круглосуточная ну и самое важное когда ты путешествуешь по россии когда ты забронировал пожил они тебе возвращают 30 процентов кэшбэка на твой счет и этими бонусами можно потом оплачивать свои дальнейшие бронирование один бонус равно один рубль короче очень круто вообще на самом деле поэтому сейчас приедем покажу это уже по моему наша вторая или третья квартира здесь на кавказе вот предыдущую смотрите предыдущем выпуске все друзья лайки комментарии и поехали рассеивать туман вы посмотрите на этот пакет друзья мои я третий день уже не перестаю удивляться ценам нам всегда писали в россии дорого охренеть пакет вышел на полторы тысячи рублей тут столько всего сейчас мы заселимся я вам покажу блин кто смотрит нас из-за границы ребята пускайте слюну здесь даже есть красная рыба это для тебя там парни уже возле этого стоят заселяемся залетайте давай давай мироша так друзья мы мы заскочили заявкой да с продуктами сейчас чуть позже разберемся фу здесь даже тапочки дали блин ремонт квартире прикольные такие светильники давайте сразу сходу рум-тур сделаю пока мы ничего здесь не разложились стоит вешалочка для обуви такое прикольное окно не на машину ну ладно серый цвет все здорово смотрите туда уходит комната здесь значит слева у нас ой что здесь у нас а вот такая короче какая-то подсобка вентилятор корзина на грязного белья гладилка и сушил еще есть небольшое зеркало утюг два стула с этой стороны у нас как он называется душ ванна туалет стиральная машина все супер корзина финн все стильник аккуратненько вот все чистенькое лежит ванна раковина правда маленькая такая ну да ладно и ванна сегодня пацаны смогут да 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 немножко нету косяка видимо чутка не доделали ну да ладно дальше у нас вот такая вот большая комната здесь есть комод зеркало насенка больше когда у нас был мебельный магазин 1 у нас был такой похожий комод зеркалом вот-вот есть тапочки есть гель кстати да я вот этот щетки положили зубная масса да да это стату супер хозяин про которая говорил так вот окошко классно здесь можно сидеть мог наступить большой диван который раскладывается и кровать огромная которая не раскладывается все вот постельное белье все очень чистенько аккуратненько здесь комод это икея да а вот кстати полотенца понятно пусть приставки да понятно подушки телевизор все здорово и кухня кухня тоже прикольная кухня с окном очень красивые кстати фасады на кухне газовая плитка есть стол как он там стол книжка из нашего детства вот и столеха но слушать здорово ты вот так вот такой сидишь удару с утреца пьешь чаёчек палишь к соседям как у них там дела смотришь больно вот что человек позаботился кофе вот пожалуйста кофе чай спасибо вообще вообще не такого в квартирах съемных не видела никогда да что друзья мои суточно рук вашим услугам по ссылочке в описании так а ну здесь короче это горячая вода все это понятно соль перец сахар но здесь короче газовые тарелочки существенно круто да вот хорошая квартира и по цене она сколько я сказал она 3 200 до 3 200 я почти думал 4 пусть чем мнение не 3 200 и вот с этой суммы 30 процентов мне вернется кэшбэка на счет шикарно шикарно это получается 1000 рублей мне вернется на счет получается квартиры нам как бы обходится в две да ну короче красота друзьям и все ссылка там давайте если разбираться теперь с продуктами мы вот так вот сейчас их на окошко поставим ребятки полторы тысячи рублей внимание смотрите что здесь здесь значит яйца пусть красная цена но тем не менее то 49 рублей понимаете это значит 2 морковки яблоки помидоры и батон рыбка красная друзьям и 190 рублей прикиньте вот эта красота селедочка 100 100 рублей мы такую штуку покупали за 700 до в турции на сен 700 прикиньте разница в 7 раз блин это и вот вниз не помню сколько стоит по моему что-то рублей 200 по моему килограмм голени теперь вам обзоры дать для тех кто у нас зрители за границей не вам показывать три корочки пердур очки 40 рублей это сад 90 рублей по моему стоит 40 рублей печенье 40 рублей были огурцы кстати по 80 рублей по моему картошка крема узнать поскольку это еще пердур очки молоко ребята вдумайтесь только 58 рублей последнее время молоко покупали за 200 рублей вот это да да еще пачка молока ну и живое пивко это цена 70 рублей за литр вот так вот а еще кстати чаечек что-то а я цену на чай не помню кстати ну и чет не дорого кстати он тоже стоит вот такие цены вот такая продуктовая корзина я думаю сейчас вы например какой-нибудь грузии либо в армении даже в принципе и в турции я думаю что нам бы сейчас обошлась тысячи три точно то и сейчас немножко все развернулось да короче то что в россии очень часто часто магазин которые делают акции и поэтому дети просят выйти в эти магазины постоянно тоже дали такие акции прикольные типа как скрипыши хорошо прикиньте мне 31 а я только сейчас впервые себе и настенки приобрел электрические зубные щетки и в честь этого события я хочу вам их показать распаковать сделать обзор встречайте друзья мы это электрическая зубная щетка с указ аура как только я взял в руки коробку я сразу понял что это это кайф давайте посмотрим что внутри инструкция насадка еще насадка и еще насадка и еще насадка юсб провод для зарядки сама ручка куда одевается насадка и транспортировочный чехол и так что же представляет собой зубная щетка давайте посмотрим уникальная структура щетины а именно межзубная чистка отбеливание зубов напоминание о замене головки щетки уход за деснами корпус из мягкой резины 5 режимов чистки интеллектуальный режим памяти конструкция препятствующая скольжению эргономическая ручка футляр для переноски мы несколько раз покупали детям электрические зубные щетки и я у всех зубных щеток вывел один большой недостаток когда ты делаешь усилия и надавливая щеткой на зубы мотор начинает вращаться гораздо медленнее соответственно чистка зубов гораздо хуже в данной электрической зубной щетки очень крутая технология потому что когда ты надавливаешь на зубы моторы начинают вращаться еще сильнее соответственно чистка зубов становится лучше ну вот сами послушайте нифига себе как будто стоматолог поковырял но еще в данной зубной щетки есть просто огромнейший плюс ее не нужно будет постоянно заряжать достаточно подключить юсб проводок зарядить один раз полностью и можно пользоваться целый год без подзарядки а еще очень хочется подметить просто какой-то бомбический плюс это бесшумный мотор в любом режиме мне кажется такая электрическая зубная щетка это очень крутой подарок себе и своим близким я там в описании оставлю ссылочку где мы такие приобретали переходите и радуйте себя и свои зубы короче сходу мы готовим наш любимый суп курица морковка картошка лучочек ну и конечно самые интересные люди можете написать нам в комментариях бедные несчастные мы люди которые готовят суп из трех ингредиентов нет четырех да нет даже пяти по моему то здесь соль соль еще добавляю ребята я угораю на теле кто так пишет вообще всегда эх начинаем завтракать и будем отправляться упаковывать машину ехать смотреть город все мы собрались по моему это единственный раз когда мы машинки даже не воспользовались не знаю почему так случилось но ничего не стирали все вещи забираем и отправляемся дальше единственно что перед тем как нажать на газульку нужно еще перебрать вещи и переодеться поэтому сейчас с этим и займемся сейчас проезжали этот сквер фонтанчиков такие каскадные прям такие интересные но мы не стали там останавливаться гулять потому что дети по-любому полезут в воду и прогулка накроется медным тазом а приехали уже так сказать в самый центр да где находится все основные достопримечательности начнем собора сейчас мы только единственной все выгрузимся из машины и пойдем изучать в одном поближе спаски собор здесь прикольные аллеи можно погулять и здесь же сразу же начинается лермонтовский сквер вообще как я понял пятигорск он славится именно лермонтовом потому что знаменитый писатель а еще здесь была дуэль у него вот так что знаковое место 16 августа 1889 года памятник лермонтову охраняется государством я читал что короче на этот памятник собирали что-то сколько-то 10 лет по моему деньги и вот в итоге поставили так регистрационный номер тата культурного наследия объект вот такой вот сквер кстати этот парк находится на возвышенности и открывается немного себя здесь пятигорск а вон там вот сейчас то что подойдем это грот верно пойдемте вот он сам грот еще где-то в городе есть грот и дианы есть видимо был клёта фонтанчик но сейчас уже ничего нет на самом деле в пятигорске даже просто смотря на карту здесь куча просто всего чего можно смотреть всякие там даже санатории можно там воды попить там короче очень много всего и мне кажется как и любому городу пятигорску нужно уделить какую-то часть жизни там я не знаю там две недели здесь пожить чтобы все максимально изучить у нас на изучение один день поэтому мы будем смотреть самые локации которые собраны в одном месте пока на светофоре стоим посмотреть какое красивое архитектурное здание там на втором этаже кофейня на первом этаже тушку это рейсик безумная архитектура вот здесь в центре такие красивые здания мы сейчас еще там дальше пойдем вот пятигорск фонтанчики тоже такие каркасные здорово молодцы что сохранили конечно эту архитектуру это поющий фонтан построенный в 1923 году ну и два раза он реставрировался да здесь вон кстати колоночки видимо по вечерам включают и здесь тыс тыс представление дискотека о давно я ты видел это пятигорские попугаи отсюда стоящих фонтанов мы сразу попадаем очень интересное место называется парк цветник вот если вы на него будете смотреть я думаю вы прям поймете почему называется он цветник он хочет на чух-чух не находится чух-чух мироша это не чух-чух вот здесь кстати находится по моему грот дианы да здесь конечно и вот это здание просто пушка конечно это называется лермонтовской галерея существую очень и очень красивый парк особенно здесь кайфануть те люди которые любят всякие цветочки вот эти вот запахи вот это вот все короче кто любит здесь прям глаз радуется и вот вроде да так октябрь у тебя все так цветет все так красиво красиво эта сцена лермонтовской галереи я уверен что здесь проходят какие-то концерты потому что посмотреть какой зрительский зал здесь вон всякие лавочки но вообще классная архитектура просто бомбическая сюда можно кстати зайти что-то посмотреть индия россия связь времен и поколений куча всяких товаров здесь даже есть картины вон 1957 год как вот индусы начинали дружбу с россией короче можно всякое купить благовония их не масла крутые всякие штуки как вот там на шри-ланке мазали всякие как они правильно называются природные лекарства мы зашли здесь сувенирную лавку и купили подарочки для наших зрителей на стриме разыграем но не скорее всего уже разыграли на самом деле но мы себе купили кстати я обожаю такие сувенир тарелки у нас есть а где вот мы были например там и там все перечислены города то есть как когда-то те же минеральные воды до пятигорский славок все это тело правильно сказать источники города прородные все перечислены что ты в каждом был и это классно а вот главная достопримечательность тоже города это ермоловские ванны 1880 год друзья представляете здание это было построено сейчас там всякие лавки здорового я сувенирные лавки такое вот здание блин кайфую от архитектуры которая была раньше вот еще бы чуть там подкрасить да вот это еще было бы просто круто владимиру осевичу грозмани талантливому инженеру-архитектору общественного деятеля автору проекта ермоловских ван красавчик мужик чувак респект охраняется государством а вот кстати театр оперетты там кстати слышны как проходят уроки прямо сейчас вот прислушайтесь и это кстати тоже памятник архитектуры федерального значения здесь есть китайская беседка на который хочется попасть смысл в том то что есть два пути один по лестнице один вот в такую горку угол подъема конечно не радует но и по лестнице ходить тоже не охота поднялись мы здесь оказывается парк нагорный называется и гора горячая здесь вон видите лавочки там смотровые сейчас пройдем посмотрим схема музей древности академическая галерея и скульптура орла олицетворение кавказа здесь крутая схема вообще всего пятигорска все что здесь есть все короче есть всякие вон рекомендованные маршруты класс вот это прикольная карта короче вы все классы сфотографируем и выложим в наш и грамм канала ссылочка на телегу будет в описании обязательно гляньте и вот она тоже гора машук 993 метра чуть-чуть бы был бы километр отсюда открывается весь вид вообще просто круговой на пятигорск какая красота и здесь вот собственно это та самая китайская беседка там тоже открывается потрясающий вид конечно пойдемте туда посмотрим вот она кстати сама гора туда можно подняться на канатке либо на машине доехать вот и кстати читал в комментарии что с нее видно вершину эльбрус но мне кажется не сегодня и вот она скульптура орла артем показать что у тебя я вижу что-то похожее как у меня знаете еще почему на пятигорск нужно закладывать больше чем один день во первых потому что здесь очень много мест что можно посмотреть прям в самом городе а второе посмотрите какой подъем и это просто улица по которой мы идем гулять дальше горная местность и ходить здесь ну серьезно устаешь поэтому однозначно пятигорск нужно на несколько дней рассматривать поверьте нас впереди уже какая-то красота опять цветочная сейчас будем как-нибудь туда подниматься единственное что видите нет никаких штуковин для колясок поэтому мирошку буду таскать первую половину мы поднялись это часы и короче надо отдохнуть потому что это нереально вообще по этим лестницам таскать мирошку и коляску это же скач ноги просто забиваются нереально я короче прям аж устал короче это жесть насенка мирошку несет я коляску да а темка вон себя пытается нести поднимаемся короче там наверху куча просто куча мест еще можно посмотреть но мы не будем все смотреть почти поднялись красивый еда но ведь и ну где-то вот там вот прям вот прям если прямо смотреть где-то там открывается вид на эльбрус новый нам он сегодня недоступен спасибо хоть тумана нету и дождя вот это кстати академическая галерея 1810 года это я вот тут на стенде прочитал да выглядит красиво понятное дело что она отреставрирована здесь рестик внизу на первом этаже вот дальше можно отправляться по маршрутам которых просто огромное 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 количество какие штуки стали устанавливать вообще молодчики смотрите просто сканируешь qr-код и слушаешь аудиогида вот так вот я кстати хочу вам показать вот на карте прямо здесь вот если смотреть на эту карту здесь действительно отмечено абсолютно все вон всякие те как они ворота любви здесь даже высота короче прописано прикиньте вот вот все 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 достопримечательности памятник лермонта вот где мы ходили спаский собор то есть все 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 абсолютно все здесь есть блин вообще классная карта конечно супер да 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 вот ванны колоннада провал вот куда мы хотим дойти на обед и зашли в этот ресторан и здесь кстати цены нормальный тоже в телегу прикрепим менюшку посмотрите на супы там 300 350 рублей мне кажется нормально учитывая что ты сидишь прикольном рестике с видом на весь пятигорск мне кажется достойно единственно что не сказали ожидание 30-35 минут до надо было короче вы 50 минут прождали нам принесли шурпу вот так подается с маленькой такой хочу куринкой ладно будем пробовать мясо конечно здесь вообще добротный кусок лежал до родик ты съел мясо мясо не сопряжись вот так очень классно на самом деле вкусно просто очень очень долго а это нам принесли хачин ни разу не пробовали сейчас будем пробовать давайте вам пробуем макай соус там макай не знаю пробуй а тебе прикольно вот это ветрище поднялся пока мы до закрытая гуляя ели короче на ели мы на 2 150 это вместе с чайковским четыре шурпы и вот это вот хихачки хищены но в принципе это норм единственно что да очень долго все несли ну ценник-то нормальным вообще пока ваще кайфуем абсолютно от от цен все изменилось когда мы уезжали оказалось что в россии дорого мне не казалось и было долго сейчас восстановилась за как-то точнее все поднялось там и конечно только поняла что россия кажется вообще очень дешевая теперь до тех кто зарабатывает лишь в рублях да я думаю для тех кто зарабатывал люди тоже будет очень дешево по стране из грузии армении турции гораздо дешевле сто процентов даже черба стоит сейчас уже получается 350 а что да вода ну дни подача чечевицы и все но а здесь у вас стоит 350 с огромным куском мясом нормальным единственное что короче мы до сих пор не снимали на лун вообще здесь не требуется но сейчас положили ему долларами чаевые не знаю что он с ними будет делать конечно где их у него будут принимать на память оставить на крайне пятигорске мы хотим еще посмотреть такую достопримечательность которая называется провал может идти пешком но идти километра два поэтому решили вернуться до машины хотим еще посмотреть арку любви и съездить на место где была дуэль вот поэтому часто тоже доберемся мы находимся в пятигорске нужно обязательно попробовать пятигорское мороженое короче во многих валят сейчас купим и попробуем тоже похвалить вот это здание называется институт курортологии прикиньте вот это да я даже и думать не думал что существуют такие институты я не пойму ничего изучают курорты или туристов поведение туристов или или что это значит здесь написано чтобы реставрации летом 52-53 останавливался лев николаевич толстой отметил здесь свой день рождения двадцатипятилетие так еще вот в этом здании работал доктор медицины свирнов пока я им тут про здание рассказал вот они купили пятигорское мороженое вот смотрите чистый план беру вкуснота о боже мой давайте давайте пойдемте дальше мы приехали еще в одно место но у нас условно рожка и дети идти не захотели и мы все выглядит устали поэтому я иду один это озеро провал хочу посмотреть все таки как она выглядит вообще что там есть туристов пятигорске еще просто капец вот она площадь здесь проходит огромная экскурсия привезли очень много людей видите вот он провал здесь есть памятник остабендер по моему вот ну пойдемте сходим вовнутрь посмотрим что нам здесь кстати колонка играет рассказывает историю вот видите здесь вот колонки такие стоят и рассказывают что и так блин прикольно как много людей такое озеро воняет здесь вообще поэтому для того чтобы не было желающих скупаться поставили решетку полюбовались сфоткали сейчас потихонечку выходим я выйду и объявлю время отправки вот вот Продолжение следует... Прикольное место. Безумно крутое место. Вот не поленитесь, прям загуглите дополнительно, почитайте про это озеро. Вообще офигенное место, но там находиться долго невозможно, потому что воняет конкретно. Прям очень-очень сильно. Решетка вот для того стоит, что она... Ну, вот несколько экскурсоводов вы говорили, я поставил, послушал, что говорит... Даже в наше время люди, которые приняли на грудь как следует, хотели там искупаться и купались. А оно горячее и очень глубокое. И, короче, случаи были неприятные. Но место там вообще просто топ. А это канатная дорога, но мы на ней кататься не будем, потому что у нас уснул Мирошка. Поэтому едем дальше. Так, мы, прикиньте, одни за ручку вдвоем идем. Мирошка уснул, пацаны там играют. Спит в кресле, ну... Так что он сейчас не разбудит у него? Короче, мы приехали на место как раз вот дуэли Лермонтова. С кем у него там, с кем он стрелялся? Я не помню уже. Короче, с кем-то он стрелялся. Вот. И был... Литература, но есть наша ученица. Да. Я так понял, дуэли проиграл. Правильно? Он же умер здесь. Нет, ну да, может быть, друг в друга они попали, оба умерли. Я вот про что. Короче, смотрите, как это выглядит. Здесь сразу вот красивое такое кафе. Все подсвечивается. И вот место. Вот здесь, кстати, то же самое. Можно отсканировать QR-код и послушать про вот это вот. Это круто. Да. 1814-1841 года жизни Лермонтова. А, кстати, вон, ну да, история там написана. А, ну вот, собственно, все и написано. 15-го, 15-27-го, почему так 15-е, 27-е? Июля. А почему 15-е, 27-е? Июля 41-го года вот Мартыновым, которая привлекла к гибели великого русского поэта, памятник обелиск работы скульптора Микешина. В 1915-м году памятник поставили. Да уж. Вот людям даже с тех времен делать нечего. Они до сих пор стреляют друг в друга. Решили мы все-таки детей тоже перевезти, потому что в школе будет изучать. Вот так нужно проходить историю, привозить детей на место, а не просто рассказывать. Вот Артемка в свои 8 лет попал, а я в свои 31 попал только на место, где был убит Лермонтов. Зато в школе так про это рассказывали. Друзья, на этом месте можно завершать выпуск про Пятигорск. Как вам город? Пишите в комментариях. Но я хочу еще раз подчеркнуть то, что мы посмотрели только, наверное, процентов 30. В городе, ну, может быть, 40, хотя, наверное, 30. Здесь действительно приезжай, и сколько-то дней просто ходи, 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 ходи. Хотели доехать на машине до вот этой горы, дорога есть, но туда, короче, нельзя, очень хитро нельзя проехать. И Арку Любимы тоже не посмотрели, идти туда не совсем хочется, потому что спит Мирошка, оставлять его тоже не получится. Так что, возможно, в следующий раз мы это сделаем. В любом случае, есть еще как минимум 50% города, который стоит посмотреть. Буду с вами прощаться. Мы отправляемся дальше путешествовать по Кавказу. Вы с нами, так что подписывайтесь на канал, лайкосики ставьте, комментарии пишите, репостик сделайте в свои социальные сети. И до нового выпуска. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова